Мы на месте. Мы приветствуем Сергея. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе наперед сеанса? Знаешь, у него это голограмма, она пытается облучить меня. Пытается облучить тебя. Самой матрицей, да, она как свет неприятный у него, только слепящий. Восстанавливаю специальную защиту от этой голограммы. Он слышит, он дал ответ. Нет, он за голограммой, в нем конструкция какая-то, которая облучает его. Хорошо. Я прошу сейчас скэнер отключить эту конструкцию полностью до последнего чипа датчика импланта и конвектора. Вывести это все из биополя. И как все это выходит, силами его намерения отправляется в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Ну, это голограмма, вместе с конструкцией они подсоединены. Это одна полная конструкция такая. Хорошо. Полностью отключаю скэнер. Тебя пытались облучить? Меня следить облучали его. На слепящий такой свет у нее. Как не подпускал к ним. Нас подпустят. Готово. Итак, Сергей, так лучше вам? Он руки трет, у него там провода были подключены по всему телу от этой голограммы. Хорошо. Мы спрашиваем ваше разрешение на диагностику и чистку. Даю. Хорошо. Скэнер просканирует полонтой души Сергея на настоящий момент. 78. 78% души. 22% гуляет. Итак, я даю команду на еще три. Скэнер сканирует пространство над головой Сергея под ногами. 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует все семь тонких тел Сергея. Находит все. У него, знаешь, ноги еще связаны такой толстой веревкой, резиной какой-то. Влад, разрежь эти веревки на ногах, отправляется в клетку-тюрьму. Готово. Значит, демон к веревке выжил. Джин, инсектоид, рептилоид и два Грей. Снимаются маски, голограммы, рептилоид и Грей представить согласно своему эфирному коду ДНК. Да. Два Грей, один рептилоид. Хорошо, Грей с рептилоидом. Вы установили конструкцию, которая облучала человека, которая забрала 22% его души. Вы понимаете, куда вы попали? И что вам за это грозит? Не молчат. Грей получает по 100 тысяч герц, рептилоид получает 150 тысяч герц удар. Один, два, три. Пошли удары. Я три раза задаю вопросы к Грею и рептилоиду. После третьего раза открывается воронка в галактической ядро, и вы уйдете на переработку. Если я спрошу разрешение Сергея, и он даст согласие на это, я не промедлю ни секунды. Я повторяю свой вопрос. Они не услышали четкого вопроса. Вы облучали человека. На каком основании вы это делали? Воруя его здоровье и его частицы души. 22%. Они действовали в своих целях. Отлично. Хорошо. Тогда мы сегодня будем действовать в своих целях. Не удивляйтесь, что от вас останется к концу этому сеансу. Какой у нас демон? Посмотри, Вера. 18. 18 герцовый демон. Я полагаю, твое присутствие здесь имеет какое-то обоснование. У тебя есть контракт? Да, есть. Хорошо. Видим, как я с ним связан. Я вижу. Сильно. Поэтому сегодня будем все это уточнять. Какой у нас джин, Вера? Посмотри, пожалуйста. 78.11. 78.11. Это уже золотой, да? Да. Хорошо, золотой джин. Ты нанес очень серьезный ущерб ему в его финансовом положении, в его денежных вопросах. Тебе это понятно? Понятно. У тебя есть объяснение этому. Он просил джина прийти в его жизнь и перекрыть ему все денежные каналы. Это что никто так никогда не просит. Говорит, желания джин лишь выполняет. Ну и какие желания ты услышал? Денежки. Много денежек. Сколько ты находишься в его биополе, Джина? Семь лет. Хорошо. Я думаю, эта дата будет знакома Сергею с его финансовыми проблемами. Сколько находится демона в его биополе с этим контрактом? Он показывает ребенка. Контракт был, контракт засиял новыми красками. Контракт с прошлой жизни, да? Да. Значит, ты практически с рождения находишься в его биополе, да? С детства? Он показывает с четырех до пяти лет, ближе к пяти. Он напомнил о себе и контракт засиял новыми красками. Все понятно. Значит, часть души с того контракта оставалась у тебя. И как только душа на землю пришла, ты напомнил ей о себе. Это правильно понимаю? Правильно. Он просто показывает это то, что он повторяет засиял новыми красками. Он это показывает, как контракт спал, а потом он другим цветом стал. Потому что демон пришел к ребенку и напомнил о себе. Хорошо. Начинаем тогда с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать остальные вопросы. Даю команду тонкой копии Сергея спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкой аббрационной болезни. И все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Сколько гриптилоид и Грей находились в этом биополе? Шесть лет. Он принимал участие в какой-то чистке. Вам об этом известно? К какому эгрегору он подключен? Любые каналы мы создавали ему, какие он хотел. Открывали и показывали. Вводя все больше и больше в заблуждение, да? И показывая ему все, что он хочет. И что забираете в обмен? Его свет, биоматериал, часть души и энергии. Почему ваше воздействие привело к выпаданию волос на голове? Облучение. Физическое тело не выдержало облучение нашей конструкции. Вам понятно, что это облучение нанесло ущерб его физическому здоровью на физическом плане? Это не настолько важно, так как эксперимент удался. А вот как хорошо. Тогда, значит, я думаю, вы не будете возражать, если я сегодня установлю эту конструкцию и эту голограмму на каждого из вас. Перепрограммирую ее и дам вам откат всей этой боли, все того, что я испытал за эти последние шесть лет Сергея. Обращаясь к Сергею. Сергей, вы хотите дать откат всей этой боли, которую вы получили от рептилоида и этих двух Греев с этой конструкцией и голограммой? Конструкция не работает на Греев. Греев, я тебя сегодня удивлю, как она отлично работает на вас. Ты просто неинформирован. Не надо пробовать. Сергей, я обращаюсь к вам. Да, он хочет. Отлично. Хорошо, Сергей. Ваше желание будет сегодня исполнено. Грей, еще как действует? Достаю шар с живой плазмой. Один, два, три. Хорошо, Грей. Вот вам вторая альтернатива. Место отката. Она действует на всех вас троих. Ты должен нас отпустить, мы много знаем. Я ничего вам вообще не должен. У вас опять проблема с причинно-следственной связью. Если бы вы не находились в этом биополе, мы бы не встретились. Поэтому я вам ничего не должен. А вот вы должны ему. И сегодня вы эту цену заплатите. И то, что от вас останется, в лучшем случае уйдет коллегам в межгалактическую полицию. Где вы будете очень серьезно. Сами увидите, что там будет. Итак, реверс закончился, да, Верочка? Да. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Сергей забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные, чистые. Один, два, три. У него в голограмме была копия. Она возвращает тебя слоями такими в каждое тело. Его копия, да? Да. Хорошо. Энергетическое. Готово. Скэнер просканируй. Что-нибудь еще осталось на частоте рептилоида в игре из-под ключик, что мы еще не вытащили. Если что-то находишь, выводи это сразу. И оно зависает перед Сергеем. Нет. Все выйдет. Инсектоид, сколько ты находился в этом биополе? Четыре с половиной года. Инкубатор у тебя есть? Два. Два инкубатора. Хорошо, выходи. Вытаскивай инкубаторы и крепление от них. Все свои энергии. Ничего не забывай, возвращайся назад. У него один полный, второй, почти густой, начинает заполняться. Готово. Хорошо. Джину выходить не надо. Джин собирается в свою пыль, втягивает себя, вместе со всеми подключками отключается полностью. У него на руках оковы золотые. Снимает он. Оковы золотые. Ой, Джин. Ой, Джин. Смотрю, тебе твоя челма не нужна. Золотой пояс снимает. Как цепи у него вниз идут, этот пояс. Рассказывай в деталях, как твоя подключка воздействовала на его жизнь. Что этот пояс, что эти кандалы делали. Энонцевые кандалы, постоянная работа, новые идеи, энергия. Сколько процентов этих идей было воплощено из 100%? Больше 20% или меньше? Там ляда 20%. Ну вот, 80% забирал себе золотой Джин, 20% оставлял Сергею, я так понимаю. Ну, все снял. Демон, что-нибудь еще осталось на твоей чистоте? Осталось. Скажи мне, есть лярвы в биополе Сергея? Есть на голове и есть на позвоночнике. Ты хочешь лярвы получить? Не против. Тогда выходи, вытаскивай сначала все, что ты оставил в его биополе. Отключайся полностью. На месте доложишь мне, что ты закончил. Я дам тебе отдельную команду. Приступай. А у него на руках тоже такие веревки, как на ногах были. Он снял их. Разрешаю тебе забрать все лярвы. Забирай, снимай. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Я думаю, рассинхронизация у нас сейчас до конца не дойдет из-за контракта. Поэтому мы сразу начнем с аннулирования контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Сергей должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Он готов это сделать? Готов. Я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я. Возвращение к контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Вышел у него контракт на воплощении. Хорошо. Пусть повторяет за мной. Внутрием власти и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова есть. 6% возвращается. Сколько? 6. Хорошо. 6% демон и 16% рептилоид игры. Отлично. Открываю воронку в галактическое ядро и производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров, а также фантомов этих договоров и контрактов. Все на переработку уходит. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Переходим к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию. Пошла рассинхронизация до 100%. Заканчивается автоматически. Готово. Хорошо. Скэннер, просканируй сейчас полноту души Сергея. 94. Грей, вы что, отправили копию? Да. Есть копия. Ну, вы уже реально перешли на все границы. У него что-то есть в сердечной чакре, как... Подсвечивается. Она как палка такая. Вытаскиваем все, что там находится. Силами его намерения выходит эта палка. Над клеткой ответственного загораются маячки. Грей. Вы решили поиграться, Грей, да? Забыли датчик. Ставим маячки зеленый-красный, органический-неорганический над Греем. Оба органические. Как это вы забыли датчика? Не спорят между собой. Я это расцениваю как обман. Вы будете за это наказаны сегодня. Итак, вышел этот чип, да? Да. Хорошо, выстраиваю прямой канал от этого чипа к Сергею. От Сергея к этому чипу. И реверсом отдаю весь негатив, который Сергей получил от этого чипа. Мощным потоком все пошло назад. Готово. Одеваюсь в золотую сеточку на этот канал. И в порядке реверсом Сергей забирается. Чистое светлое божественное на его чистоте возвращается назад. Там ДНК, он как вживлен в него был. Все, назад. Готово. Отлично. Открываю под чипом воронку в галактическое дро. Он уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Скеннер, сколько сейчас полнота души Сергея? 94. Подхожу к Сергею. Помогаемая энергия ему отстегнуть все каналы к интерферентам и их подключкам на счет. 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы, отстегиваются. Все отлетело? Да. Открываю воронку в галактическое дро. Эти каналы уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо. Итак, Джинн, ты больше никогда в это биополе не придешь. Если ты я тебя второй раз встречу, ты уйдешь без чалмы, без сережек, без колец магических и вообще без всей своей магии. Понял, понял. Хорошо. Готово ходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джинн, 1, 2, 3. Джинн забирает все, что принес и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, Диман. Мы контракт аннулировали. У меня к тебе есть предложение. Тебя интересует эмоциональный фантом, Сергей? Конечно. Хорошо. Я этот фантом могу тебе отдать в обмен на информацию о том, как был заключен контракт в прошлой жизни и деталях этого контракта. Устраивает? Многое хочется. Хочу тебе с фантомом? Фантом бы я забрал, но прошлое капрошить не хочу. Нам надо знать причины. Я могу это очень легко решить. Я могу сейчас поставить монитор в этой комнате и посмотреть всю картину. Я тебе просто предложил эмоциональный фантом. Если ты не хочешь кооперировать со мной, без проблем. Значит, ты тогда уйдешь без фантома. Да ладно, ладно, расскажу. Хорошо. Выходит эмоциональный фантом Сергея проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкое аббрационное эмоциональное энергия, им же сгенерированное, проецируется на его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Но он полностью в его рост, клубами темными. Хорошо, Сергей, эти все энергии вы сами сгенерировали. Здесь вам уже никто не мешал. Вы готовы с ними расстаться? Да, готов. Сворачивайте энергии в шар, демон забираешь. Да, жду. Отправляю демона и слушаю тебя. Гнев. Это то, на чем был заключен контракт. Я забираю ему гнев и даю ему власть. В той жизни, да? Речь шла. Да. Он получил свою власть при дворе. Когда это было? Можешь описать ситуацию, чтобы я понял, в какое время это происходило. 1625 год. Он жаждал власти. И ты ему эту власть дал. То есть он получил, что он хотел, правильно? Да, он получил свою власть при дворе. И чем закончилась история в той жизни? Властью не насытился. А я гневом. Понятно. И все перешло на эту жизнь. Хорошо. У меня вопросов больше нет. Признателен за этот ответ. Больше предложить тебе мне нечего. Ты готова уходить? Я лишь скажу, что оппозит гнева – это смирение. А там пусть сам разбирается. Хорошие слова. Я думаю, они, если он правильно их поймет, помогут ему в его развитии. Хорошо, демон. Вопросов нет. Готовы уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что принес и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Инсектоид больше никогда в это биополе не придешь. Тебе это понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. Инсектоид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, Сергей, мы пришли к этому моменту, когда вы можете. Сейчас в первую очередь мы заберем ваши 6% души. Выстраиваются каналы от Сергея к его копиям, там, где находятся его частички души, где бы они ни находились. 1, 2, 3, каналы выстроились и реверсом забираем, и Сергея мощным потоком пошло назад. Вера, ставлю монитор, посмотри на копию, что там происходит. Физические работы. Физические работы. Он какие-то глыбы таскает, как каменоломни. На какой-то планете. Это руда, определенная руда. Это не камни. Значит, он руду собирает руками, на рабских работах. Из этой руды и ее энергии состоит эта голограмма. Я бы с таким удовольствием эту планету превратил бы в пепел, но нельзя. Как с возвратом, как с реверсом, Вера. И с этой копией. Реверса не было пока. Дай команду. Пока был экран, он показывает, что есть и другие души там. Выстраиваю еще раз канал к этой копии от Сергея. 1, 2, 3, к его копии. Реверсом забираю из этой копии. Мощным потоком возвращается назад. Да, будет так, а так и есть. У меня было намерения нет сильного. Дай ему команду. Я могу только объяснить. Команду могу дать я, Сергей. Вам безразличны ваши 6% вашей души? Что мне делать? Вам надо этого желать. Вы хотите вернуть свою душу? Конечно. Хорошо. Так сконцентрируйтесь тогда, пожалуйста, на этом намерении. Каналы выстроились. Реверсом Сергей забирает. Сергей все мощным потоком пошло назад. Он глаза закрыл, и поток соединился с ним. Все забрал. Скэнер просканировал полноту души Сергея сейчас. 100. Хорошо. Сжигаю каналы. А что там с этой копией стало? А ну, посмотри. Она просто замерла. Хорошо. Отлично. Сжигаю. Мне кажется, там есть еще его биоматериалы. Хорошо. И еще раз, Сергей, сконцентрируйтесь на своем намерении все забрать, что вам принадлежит по праву. Вы готовы? Да, готов. И еще раз по этим каналам забираем все оставшееся, все, что еще не вытащили из этой копии. Один, два, три. Все, что на чистоте Сергея находится мощным потоком, пошло назад. Ну, у него такие маленькие какие-то, как шарики, атомы, молекулы возвращаются. Отлично. Копия должна упасть. Готово. Ну, не копия, а оболочка. Осталось одна. Осталось. Хорошо. Все. Силой моего намерения сжигаете каналы. Один, два, три. Открываю воронку в галактическое дро. Канал улетает на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Хорошо. Сергей, сейчас вы забрали 100% своей души. Вернули ее назад. Хромает немножко у вас намерение, но это поправимо. Хорошо. Спрашиваю еще раз, вы хотите отдать откат за эту боль, за это выпадание волос, которые вы получили, вот этих интерферентов, находящихся в клетке. Отчего? Хорошо. Силой. Намерение Сергея выстраивает сейчас три канала. Один криптилоиду и два канала греем. И на счет три Сергей отдает им всю эту боль за шесть лет. Все, что он пережил, все деструктивное, негативное, патогенное, все, что он пережил, возвращается назад двум греем и рептилоидой. И они испытывают на своем тонком плане все эти чувства, все эти изменения. Один, два, три. Пошел мощный поток, возвращаем все назад. Все начинает в течение одной минуты возвращаться. И за шесть лет они переживают все, что пережил Сергей. Да будет так, атаки есть. По каналам идут эти чувства, они начинают чувствовать эту трансформацию, непонятки, страх, боль, поиск, смирение в ситуации. Вот научитесь смирению. Его куратор вел. Сергей? Да, потому что он смирился именно с конструкцией. Сперва боролся, а потом смирился. Он понял, что он не сможет сам ее никак и брать, поэтому был поиск и куратор привел его сюда. Отлично. Хорошо, мы дадим потом куратору слово, когда закончим эту чистку. Все, возвращайте, Сергей, до последней частицы, всю боль. Он все вернул, и у него осталось только спокойствие. На счет три сжигаются каналы. Один, два, три. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Ну как Грей, как ощущения? Понравилось? Не стонут. Грей стонут. Но это смирение называется Грей. Вы хотели от него смирения? Ну вот теперь, так сказать, и ваша очередь. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Али на связи? Я приветствую тебя, Ли. У меня здесь три особи. Один рептилоид, два Грея. Шесть лет они установили конструкцию и голограмму. Биоробот этого человека. Было украдено 22% души. Из них, вернее, 16% души, 6% там был демон. Была сделана копия, мы все вернули. Из этой копии вернули всю душу. У человека на голове выпали все волосы от этого облучения, этой конструкции. Невзирая на это, они продолжали свои эксперименты. И вот сейчас они находятся здесь, вместе с этой голограммой и конструкцией. Мы еще вытащили чип, который в нем находился, о котором они тоже не сказали. Там еще один нюанс был, когда мы вытаскали душу там на той планете, где работала душа на арабских работах. Я вижу, можешь не объяснять. Хорошо, много душ будет отпущено. Отлично, хорошо. У них забирает рептилоид. Он рычит как-то. Горловой такой звук. От радости, наверное. А грей, они как-то выгибаются в разные стороны, наклоняются. Ничего. Готово. Что у нас осталось в комнате, в клетке? Голограмма осталась. И конструкция, да? Но не вместе подсоединены. А вместе. Хорошо, открываем воронку в галактическое ядро. И голограмма с конструкцией уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Ух, поехали дальше. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Сергей, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Привыкаю к энергиям. Очень интересные вибрации энергии внутри происходят. Вижу цвета. Хорошо себя чувствую. Отлично. Хорошо. Хорошо. Мы сейчас сделаем запрос. И если куратор Сергея хочет что-то передать ему, какое-то напутствие или от себя что-то добавить, он может сейчас это сделать. Нет, он ничего не хочет. Он будет смотреть со стороны. Благодарим за то, что куратор привел Сергея на чистку. Ну что ж, Сергей, будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа, чтобы все эти энергии сейчас перешли на физический план. Некоторое время будет ломка, так как пустоты еще существуют, они будут заполняться энергиями после интерферентов, но скоро этот процесс пройдет. Сбрасывайте каждый день негатив, не собирайте его в себе, как сбрасывать мы показали. И заправляйте себя энергиями, этими цифрами, и так, как мы показали вам в этом сеансе. И все у вас будет хорошо. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Сергея в его систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Ему идет информация, что энергии его солнечные, и внутри у него, как большое солнце, эти энергии помогут ему сгармонизироваться. И пережить последствия интерференции. То есть он должен эту энергию из себя, как из центра, из одного выпускать. И чувствовать тепло. Это его родные энергии, которые защитят. Солнечная душа. Хорошо, отключаемся от объекта. И поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем.